Продолжаем чтение с вами книги беседы на Евангелии от Марка, Священного Исповедника. Василия Кинишенского мы с вами читаем, толкование главы 14. Я трёкся. Он не получил от меня ни одного сочувственного взгляда, ни одного ободряющего знака. Одиноко стоящим, грустным и беззащитным оставил я его среди этих зверей, которые мучают его, бьют, издеваются и пыльют на него. И в эту чашу страданий и скорби я считавшийся его учеником и другом прибавил ещё столько горечи, несомненно, более едкой, чем сеть ругательства и побои. Получить удар от близкого от друга бесконечно тяжелее, чем от врага. Он называл меня скалой. Он вручил мне утвердить братья моих. О, как жестоко насмеялся я над его надеждами. Скала превратилась в кучу пыли, развеянной ветром. А те, кого я должен был утвердить, оказались все лучше, достойнее, твёрже меня, ибо они не отреклись, как я. И ведь он предупреждал меня с кроткой заботливостью, предостерегал он меня от предстоящего искушения, от опасности измены. Но я не верил. Не верил, забывая, что он знает моё сердце лучше, чем я сам. Своей безумной гордости, своей слепой самонадеянности я был уверен, что это невозможно. Я действительно считал себя твёрдой скалой, аномантом веры и предности. Я забыл даже тот урок, который он дал мне. Когда я едва не утонул из-за своего малодушия и недостатка веры, был спасён его рукой. О, мой Рави! Дорогой любимый учитель, прости меня от твоего неверного окаянного ученика. Прости, моё малодушие, мою позорную измену. Ты видишь моё сердце. Ты знаешь всё, что есть человек в человеке. Ты знаешь, что я люблю тебя. Я не смею сказать, что я люблю тебя больше, чем все остальные. Я не смею сказать, что когда все соблазнятся о тебе, я один. Не соблазнюсь, ибо я вижу совершенно противное. Никто не отрёкся. Никто не соблазнился, только я один. Но я недостойный, слабый. Я всё же люблю тебя. И сердце моё полно невыразимой скорби, ужаса и сокрушения. Прости меня, если можешь. Если грех мой может быть прощён. О, я знаю, ты можешь. В своей великой кротости, в своём божественном исхождении, ты готов прощать седьмижды семьдесят раз кащегося грешника. Ты можешь простить, но я, я, вероятно, никогда не прощу себе и не забуду своего падения. И апостол Пётр не забыл. Святой Климент, ученик Петра, повествует, что он всю жизнь при полно ночном пении петуха становился на колени и, обливаясь слезами, каялся своим отречения и просил прощения. Хотя оно было дано ему самим Господом вскоре по воскресенье. По сказанию Никифора, глаза святого Петра, отчаствуют в горького плача, всегда были красными. Нам кажется преступлением Петра незначительным в самом деле, ведь в душе он остался прежним верным и любящим учеником, ведь если он отрёкся, то это отречение было неискренно и запущено было лишь для того, чтобы избежать опасности, может быть, для того, чтобы не быть выгнанным со двора первого священника и не лишиться таким образом возможности видеть свою рови и суд над ним до конца. Кто из нас не поступил бы точно так же в подобных обстоятельствах? Грех Петра можно определить не как прямую действительную измену, а как недостаток смелости и твёрдости веры и отказ от открытого исповедничества. И однако этот грех казался самому апостолу чрезвычайно тяжёлым, а древнехристианская церковь не допускала таких отречений, даже при страшных языческих гонениях и отлучала согрешивших от общения святые отцы церкви, держится такого же взгляда. Вот как рассуждает об этом святитель Иоанн Златоуст. Странное и неслыханное дело, тогда как только что задерживали учителя, столько воспламенился, что схватил меч и отрезал ухо. А когда надлежало обнаружить большее негодование, более воспоминиться, слыша такие порицания, тогда он отрёкся. Ибо кого бы не привело в ярость то, что происходило тогда. И однако ученик, побеждённый страхом не только не показывает никакого негодования, но и отрекается, не сносит угрозы бедной бессильной служанке. И не однажды, но и в другой, и третий раз отрекается. И в короткое время, и не перед судьями, ибо тогда как вышел в преддверие, спрашивала она его. Не тотчас почувствовал и своё падение Лука. Говорит, что Иисус воззрел на него. В 22 главе Евангелия от Луки, 61 стих. То есть он не только отрёкся, но и тогда, как пел петух, не вспомнил сам по себе. А надо было, чтобы напомнил ему опять. Учитель взор служил ему вместо голоса. Так он был поражён страхом. Христианин не должен самовольно искать опасности и страданий за имя Христова. Не обязан публично заявлять о своём исповедании там, где это не требуется обстоятельствами. Ибо в таком самовольном выступлении всегда есть доля гордости и самонадеянности. Но когда ему вопрос о вере поставлен в упор, тогда он не смог отказаться от открытого исповедничества. И это исповедничество должно быть кротко, смиренно, но твёрдо. Тот же апостол Пётр после пережитого ему урока увещает в первом своём послании. Будьте всегда готовы к всякому требующему вас отчёта в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. 1 Петра 3.15 Апостол Павел пишет ученьку своему Тимофею. Верное слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживём. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отцвечёмся, и он отречётся от нас. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 11-12 стих. Вспомним при этом и слова самого Господа, сказанные им задолго до своих страданий. Кто постыдится меня и моих слов, того сын человеческий постыдится, когда придет в славе своей и отца, и святых ангелов. Евангелие от Луки, 9 глава, 6 стих. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня перед человеками, и сын человеческий исповедует перед ангелами Божиими, а кто отвернется меня перед человеками, тот отвержен будет перед ангелами Божиими». Евангелие от Луки, 12 глава, 8-9 стих. Страшная угроза. А между тем, как легко мы отрекаемся от Христа, даже в обстоятельствах не столь тяжёлых, каких оказался апостол Павел. Припомним своё прошлое, как часто мы пристыжали самих себя перед насмешниками и ругателями имени Божия. Как часто умолкали мы перед кривитниками и держали себя так, как будто бы мы совершенно не знали Спасителя и знать о Нём ничего не желали. Как часто пустой светской болтовни мы слушали кощунственные анекдоты и не смели ничего возразить, боялись открытым серьёзным словом остановить рассказчика. Как часто мы побеждали совершенно ничтожными, незначительными искушениями, как часто минуты неудач и неприятностей, роптали мы на Бога и отходили от Него, в досаде, что Он не помогает нам в наших невзгодах и не исполняет наших молитв. Один взгляд, одно слово, незначительное прикословие или вопрос, а не вовремя, ничтожнейшая неприятность, самая пустая вещь, нередко бывают для нас поводами к тому, чтобы отречься от Иисуса Христа и Его учения. Особенно мы видим это в настоящее время, не говоря уже о нашей интеллигенции, которая почти вся безбожная, но даже люди, считающие себя в глубине души верующими, совершенно свободно и просто отказываются от своей веры, официально записываются неверующими и с боязнью потерять место или заработок, и забывая, что нет никакой пользы человеку, если приобретет весь мир и погубит душу свою. Боятся недовольного взгляда хмуру вида своего начальника и выбиваются из сил, чтобы отклонить от себя малейшие подозрения в религиозности, а ведь отверзшийся от Христа перед людьми отвержен будет перед ангелами Божьими. Почему с точки зрения христианского учения, отречение от Христа чисто внешнее, притворное, все же считается тяжелым грехом? Прежде всего, всякая ложь, с какой бы целью она ни говорилась, есть грех, и ничто не может оправдать ее, ибо первым виновником лжи является дьявол. Он был человек-убийца от начала, говорит Господь, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Евангелие Теана, 8 глава, 44 стих. Служение Богу должно быть чисто и безупречно, и лжи не допускают. В области нравственно-религиозных отношений ложь никогда не ведет к хорошим последствиям, хотя бы нам и казалось так. Если кое-что может быть и выигрывается при этом, в смысле чисто внешнего благополучия, то, с другой стороны, ложь причиняет большой нравственный вред тому, кто лжет. И этот вред не уравновешивается полученной выгодой, уже потому что истинное христианство никогда не стремится к внешнему благополучию, пренебрегает им и на первый план, прежде всего, ставит достижение нравственного совершенства. Если Бог даст, завтра будем продолжать.